МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Наша уникальная территория для школьников, которая существует до сих пор, уже седьмой сезон, благодаря доброте, нежности и творческому таланту телерадиокомпании Гумель, а также материальной поддержке Гумельского областного исполнительного комитета, продолжает свои игры. У нас серия для десятиклассников. Итак, эрудит пятерка, очередная серия. Мы играем с десятыми классами. Две отборочные игры уже закончились. И я рассказываю тем, кто слева от меня в синих шарфах и тем, кто справа от меня в красных шарфах, что у вас главная задача победить. Не самая главная задача набрать как можно больше очков. Именно две команды, набравшие максимум очков, выходят в финал. А он буквально через две игры. Ну, давайте познакомимся, а то вы такие серьезные стоите. Мне просто страшно на вас смотреть. Итак, слева от меня в синих шарфах гимназия номер 56. Комитант команды Майя Гулина работает с ними в гимназии Татьяна Владимировна Бычкова. Красных шарфах. Замечательная команда из 27-й школы. Олег Валентинович Яценковский привел их сюда и вообще работает с клубом в школе. А комитант команды Александр Ворона. Приветствуйте. Итак, Майя, Александр, внимание. Майя, вы знаете, что наша стартовая игрушка, проверка сил, это блеф-игра, Донетка, а кого вы отправляете с такой мощной интуицией вперед? Я отправлю Артема. Александр, вы? У нас пойдет Илья. Итак, Артем против Ильи. Вперед! Итак, блеф-игра. Я говорю какую-то информацию, я могу правду говорить, могу на голубом глазу врать. Вот вам нужно понять, говорю я правду или лукавлю. Итак, внимание. Выжать кнопку, сказать да или нет. Больше от вас ничего не требуется. Верите ли вы, что Минское метро было открыто в 1984 году? Нет. Что ж, нет. В 1984 году оно и было открыто. Зря могли бы 5 очков для команды заработать. Играем. Верите ли вы, что у Протона отрицательный заряд? Да. Или нет? Нет. Положительный у него заряд, 5 очков. Повела в счете 56-я гимнадия. Играем. Верите ли вы, что скорлупа куриных яиц состоит из соединений калия? Пальстарт. У вас за этим очень строго, Артем, следит наш электронный судья. Прошу. Нет, не верю. Да. Соединение кальция, кальций, кальций в яичной скорлупе. Играем. Верите ли вы, что один из героев басни Крылова «Квартет» – баран? Да, верю. Верите? Проказница, мартышка, осел, козел и косолапый. Мишка, где же там баран? Вы не правы. Играем. Верите ли вы, что картину «Приплыли» написал Репин? Да. Да нет такой картины в природе, не существует. Вообще, говорят, картина Репина «Приплыли», но то же самое, что картина «Масло». Нет такой картины, да и все. Итак, после блеф игры, да, у мужиковой интуиция никуда. 5-5. Дуэль играем, вперед! Итак, дуэль игра. Вас пятеро, пять поединков, пять боев, пять тем в нашей дуэль игре. Прослушайте темы и за пять секунд решите, кто какую тему на себя готов взять. Итак, первый бой. Все профессии важны. Второй. Все живое, такая биологическая тема. Третий бой. Все цвета радуги. Все о компьютерах. Четвертый бой. И уж эти мне поэты. Литературная тема. У вас пять секунд. Решайте, кто какую тему на себя может взять. Представляем. Все. Время истекло. Начнем. Все профессии важны. Майя Гулина, 56-я гимназия. Кто у вас профессионал? Пойду я. Понял. Скромно, но со вкусом. Александр, у вас. Оля. Итак, Майя против Ольги. Вперед. Оля! 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 Начнем. Вступая в профессию, они дают клятву Гиппократа. Фальстарт у вас, Оля. За этим очень строго сидит наша электронная судья. Майя, у вас есть шанс? Это врачи. Да, клятву Гиппократа дают врачи. Вы правы. Играем. Вакула из Гоголевской ночи перед Рождеством владел этой очень престижной и очень нужной на селе профессией. Кто же был у нас кузнец Вакула? Ну, понятно, что я уже стал комментировать. Кузнецом Вакулой он и был. Кузнец. Играем. Этот мастер делает нам бочки и кадушки. Исчезающая профессия. Плотник? Плотник, нет. Плотник он обтесывает, а там нужно гнуть, там нужно сопрягать. Это бондарь. Теперь вы это знаете. А юноша Давид, победивший Голиафа, был простой... Ну, вот с... Да. Воин. Воин. Да нет, не воин. Ну, Оля, будете? Нет. Пришел он с поля, там гонял корову глинным бичом. Был он простой пастух. Ну и заканчиваем. Еще в начале 20 века к ним обращались барышня. Перед этим накрутив ручку и сняв трубку. Да. Девушки. Ну, понятно, что не мужчины, а профессия. Я не знаю. Понятно. Оля? Не знаю. Телефонистки. Не было автоматического соединения. Накручивали трубку и говорили, барышня, дайте смольный. Счет у нас 10-5 в пользу 56-й гимназии. Мы продолжаем игру. Итак, второй бой у нас все живое. Кто еще жив остался в 56-й гимназии? Мария. Маша. Александр у вас? Дмитрий. Итак, Маша против Димы. Вперед! Маша, я знаю, что вы олимпиадница. Случайно не по биологии? Нет. А по какому языку? По английскому. Есть какой-то диплом? Да. Третьей степени. Какого достоинства? На республиканском этапе. Аплодисменты, Маша. Вот видите, англичанка пошла на биологическую тему. Герой. Коралл – это растения или животные? Маша. Это животные. Это животные, да. Коралловые рифы, да. Строят целые. Отлично. А чем питался ящер-брантозавр? Да. Растениями. Да, он растительноядный был, травоядный. Браво, Маша. Африканский страус, вы не поверите, живет в Африке. А страус на Анду живет где? Маша? Ну, континент. В Америке. В Америке, да. Это американский страус. Пока без ошибок. В интернете, в интернете он еще называется просто блог. Тема у нас все живое. Живой журнал. Живой журнал. Отлично. И заканчиваем. Мамонт самый близкий родственник этому животному. Маша. Слон. 25 очков приносит Маша Верхуша. В своей команде блестящая 35-5. Играем дальше. Все цвета радуги. Предупреждаю, что может быть не только спектральный ряд, но и еще другие цвета, которые существуют в природе. Майя, кто не запутается у вас в радуге? Я думаю, что Артем. Артем уверен, что не запутается. И Маша. Даша. Даша. Итак, Артем против Даши. Вперед. Даша! Даша! Артем! 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 Этот цвет был главным на флагах Республик Советского Союза. Красный. Красный, конечно же. Отлично. Эти два цвета использовали первые компьютерные мониторы. Даша. Белый и черный. Отличный ответ. Великолепно. Не цветные еще были. Если смешать синий цвет и желтый, то получится... Да. Три. Красный. Красный, да никогда не получится. Даша, у вас есть шанс. Зеленый. Какой? Зеленый. Зеленый. На кнопочку не забывайте нажимать. Отлично. Зеленый цвет получится. Французскую ривьеру еще называют таким берегом. Да. Лазурный. Блестящий ответ. Лазурный берег, да. И в книге джунглей у Киплинга красным цветком называли... Опа-ню. Розу, может быть, какой-нибудь. Кого? Розу называли? Неужели про Маугли не читали и смотрели? Прошу. Тоже нет. Ну, черепашки, ниндзя, Бэтмен. Бэтмен против Супермена, Камеди Клаб, Интерны, а про Маугли уже забыли. На самом деле, красный цветок в джунглях – это огонь. На самом деле, и счет 45-15, лихо, 56-3 начала. Следующий бой. Так, Майя, знаете, кто называют компьютерного взломщика? Я знаю, хакер. Хакер. Кто у вас хакер? У нас хакер Егор. Егор. Да, такой хакер, да. Саша, кто у вас? Илья. Ну вот, двух хакеров мы уже вычислили. Вперед! Егор против Ильи. Илья! 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 Егор против Ильи. Попробуем. Все о компьютерах. Самая длинная клавиша на… Это фальстарт. Егор. На компьютерной клавиатуре это… Пробел. Пробел, отлично! Пять очков. Вот это компьютерное устройство родственно обыкновенному телевизору. Монитор. Монитор. Отличный ответ, да. Этот файл имеет расширение .zip. Архив. Как? Архив. Архивный файл, отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько килобайт в одном мегабайте? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 1024. Блестящий ответ профессиональный. 1024. Дочь Байрона Аду Лавлейс, которая написала, собственно, инструкцию для первой логической машины, можно назвать первой в мире кем? Профессией. Да. Программисткой. Программисткой, да, именно Ада Лавлейс, в честь которой назван компьютерный язык Ада, была первым программистом в мире. Браво, Егор. Браво, Илья. 55-35. Следующий бой. Уж эти мне поэты. Кто остался, Майя? Антон. Антон. Александр у вас? Я пойду. Привет. Вперед. Антон против Александра. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, внимание. Этот известный поэт писал. От меня вам всем приветик. У-у-у. Незнайку тоже не читали. Я поэт, зовусь я Цветик. От меня вам всем приветик. Играем. Этот русский поэт, тем не менее, родился в грузинском селе Багдади. АПЛОДИСМЕНТЫ Опа. О, слушайте, уважаемые товарищи потомки, агитатора Горлана, главаря Маяковский. Играем. Он поплатился арестом и ссылкой на Кавказ за стихотворение... Фальстарт. Хороший. За стихотворение «Смерть поэта». Да. Лермонтов. Лермонтов, да. Написал стихотворение на смерть Пушкина, обвиняя в смерти великого нашего поэта. Императора и его приближенных. Да, было такое дело. Этот поэт был другом Евгения Анигина. Звали его Владимир. По имени Владимир Ленский. Играем. За право называться родиной этого великого слепца спорили семь греческих городов. Много ли слепых поэтов древности знаете, которые писали Илиад и Одиссеи? А тем не менее, это Гомер. Тяжело у нас с поэтами. И счет почти не изменился. 55-40. Тест игра. Я понимаю, как тяжело ребятам стоять вот здесь, у этих стоек. Мне хорошо, я знаю все вопросы, я знаю все ответы. А там это стресс. И попробуй вспомнить то, что очень не хочет в этой обстановке приходить в голову. На трибунах у Терриза легче. А вот там вот попробуйте встать на их место и поймите их. Аплодисменты нашим игрокам. АПЛОДИСМЕНТЫ В этой серии, в этой серии наше мини-централизованное тестирование, что скоростное тестирование, тест, игра, это стихии. Вода и земля уже были, настал черед воздуха. Майя, кто у вас знает все про воздух? Я. Левопытно, Александр, у вас? Я. Капитанский бой, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Напоминаю, что больше двух выходов к стойке игровой у нас правила не допускают. То есть капитаны бросили себя на самую мощную амбразуру. Итак, тест, игра воздух. То, что воздух – это смесь газов, было доказано А уже в 15 веке, Б лишь в 18 веке и С только в 20 веке. Майя? Ответ Б. Да, лишь в 18 веке доказали, что воздух – это смесь газов. Да, вы правы. 10 очков, кстати, заработала Майя для команды. Больше всего в атмосферном воздухе А – азота, Б – кислорода и С – метана. Прошу. Азота. Азота более 70% – вы правы, Александр. Тоже 10 очков записал на счет команд 27-й школы. Скорость звука в воздухе. А – 249 метров в секунду, Б – 331 метров в секунду и С – 412 метров в секунду. Майя? Ответ Б. 331 метров – вы правы, запомните эту цифру. Философ Ницше считал воздух символом А – свободы, Б – равенство, С – братство. Свободы. Свободы, конечно, воздух не поймаешь, воздух во времена Ницше никак ничего с ним не сделаешь, вот потому он проникает везде, он символ свободы, вы правы. Воздушные знаки Зодиака – это водолей, близнецы и вот третий воздушный знак. А – дева, Б – весы, С – скорпион. Я считаю, что это весы. Браво, правильно считаете, воздушный знак – это весы. После тест игры 85-60 Александр сопротивлялся Майе, но как-то вот они ровненько поиграли, Майя чуть-чуть лучше. Ребятушки, ну, наконец-то. Слайд-игра, поехали. Слайд-игра. Тема – простая, припростая азбука. Вопрос, буква, называешь картинку, получаешь 15 очков. Вопрос, картинка, буква, соперник не отвечает, отвечаешь, ты получаешь 10 очков. Классное развлечение. Майя, кто пойдет развлекаться? Егор. Егор, развлекаемся. Саша? Дмитрий. Егор, против Дмитрия, вперед. Выигрывающая сторона пока у нас Питерская гимназия. Егор, первый слайд для вас, прошу. Буква А. Арбитр. Арбитр футбольный, 15 очков, заработал просто так вот легко. Дмитрий, слайд для вас. Вот как это устройство называется? Бетономешалка. Бетономешалка. Внимательно смотрели предыдущую игру. Отлично. Сразу вот, Егор, вам. Волга. Волга, да, Волга, М21, старая Волга. Прекрасно. Дмитрий, чем ответите? Как цветы называются? Может, георгины? Георгины нет, это не георгины. Может, Егор знает? Зал. Гортензия. Это гортензия. Это гортензия. Это именно соцветие садовой гортензии. Тут вы правы. Вот как называется мероприятие? Дэнс. Понятно. Дмитрий. Дискотека. Дискотека, конечно. Дмитрий, слайд для вас. Точно нужно ответить. Тишина. Тишина в зале. Екатерина Великая. Екатерина Великая. Екатерина Вторая. Отлично. 15 очков. Егор, готовьтесь. Посмотрите внимательно на эту девушку. Как ее назвать? Картина Венецианова. Не имя, а вот... Тишина. Три. Женивица. Женивица. Не могу принять. Женица. Женица. Принимается. Плюс 10. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Жняя по-голорусскому. Что перед вами? Загар. Загар. Это правильный ответ. И для Егора. Индийский океан. Индийский океан, конечно же. Я от вас другого ответа и не ждал. Ну и, пожалуйста. Корабль. Понимаю, что не танк. Ну, конкретно. АПЛОДИСМЕНТЫ Тишина. Крестоносец. Крестоносец. Егор. Каравелла. Каравелла. Блеск. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пришло время риски игры. Единственная игра в нашем шоу, которая со штрафом. Правильный ответ. Плюс 20, неправильный минус 20. Майя, кто у вас готов рискнуть? Маша. Маша. Кто у вас, Александр? Дарья. Маша против Даши. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, все темы нашей игры дуэльны. Первое. Все профессии важны. У этого профессионала помощницами были собака Ава и обезьяна Чича. Чича-чича-чича-чича-чича. Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Знала Маша, знала Даша, а никто из них не жал. Я поэт Завусь Климович. От меня вам есть вопросы. Второе. Все живое. Художник Пикассо сделал его символом мира. Маша. Голубь. Голубь, голубка мира знаменитая. Да, браво. Плюс 20 очков. Хотя в жизни голубь весьма такая неприятная птица. Биологи называют их летучими крысами. И характер, и собственно функция. Продолжаем. Все цвета радуги. Эти два цвета основные в знаменитой кшельской керамике. Фальстарт у вас, Даша. У Маши есть шанс жать, а есть шанс не жать. Нет. Не будете жать. На самом деле, Даша, вы знали? Голубой и белый. Голубой и белый, белый и синий, вы правы. Вот нервы подвели фальстарт. Тема уж этим не поэты. Стихи этого поэта сегодня можно воспринять как рэп. Однако сам он называл их кричалками и вопилками. Поэт. Если я чешу в затылке не бит, да, в голове моей опилки, да, 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 типичный рэп. Это Винни-Пух, разумеется. И перед последним вопросом счет у нас. 160, 125, по-моему, все уже решено. Но все о компьютерах. Закрываем нашу игру. Сочетанием этих двух клавиш можно закрыть окно Windows. Опа. Ну неужели не знаете, неужели не учили вас на информатике? Alt, F4. И окно Windows закрывается. Не стал рисковать Маша. Еще остался прежним. 160, 125. Браво! Повезло. Итак, сладкие призы предоставлены нашим всегдашним партнером. Мойка и самообслуживание на Солнечной в Гомеле, где цены от 20 тысяч рублей. Объездная 4Г появилась ручная и автомойка. Замечательное место. Самомойка. Заезжайте. Ну и что я скажу на прощание? Ну что я скажу на прощание? Приятного аппетита. А вам, те, кто по ту сторону экрана, большой привет. Вот. И не забывайте, осталась всего одна отборочная игра перед финалом серии десятиклассников. Так что ищите нас в программе, набирайте «Эрудит пятерка» и вообще смотрим пятерку. Получаем десятки. «Эрудит пятерка». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»!